Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это Samsung Galaxy A80 2019 года. Как я понимаю, это предфлагманский аппарат, это высшая линейка А-серии, и выше уже пойдет только серия S либо Note. Это распаковка, это первое впечатление, но, конечно, буду честен, я его уже включил, даже установил сюда тест Antutu. Возможно, полный обзор выйдет позже, но пройти мимо такого телефона я не смог, на руках у меня его нет, и есть возможность снять только распаковку, поэтому есть его не ограничимся. Первое, что хочется, конечно, про него сказать, когда я вытаскиваю телефон, смотрю на него, то он очень сильно напоминает по внешнему виду, особенно сзади это Xiaomi Mi Mix 3, который я сам себе покупал, обзор на это снимал, на Pandao его покупал, потом продал. Мне не понравилось в нем основной, безусловно, хороший аппарат тот был, но у него вот этот слайдер, он все-таки люфтил. Здесь нет люфта, потому что конструкция полностью монолитная, но они заслуживают уважения, что они хотя бы, не хотя бы, они пытаются не копировать дебильные технологии, типа вот эти вырезы, типа всякие, а сделать что-то свое для того, чтобы был экран полностью безрамочный, насколько это возможно, и сверху, и снизу, и по бокам, никаких вырезов нет, они сделали камеру, которая выезжает в верхнюю часть корпуса, да еще и разворачивается. Я не могу не сравнить, потому что я все-таки взял себе Zenfone 6 и в Zenfone 6, когда мы нажимаем кнопку фронтальной камеры, камера просто поднимается. Здесь же она в Samsung A80, она не только поднимается, сначала выезжает в верхнюю часть телефона, а потом камера еще разворачивается. Разумеется, вопрос у вас будет, а как же разблокировать с помощью лица, но, конечно, как и на Zenfone 6, разблокировка лицом возможна только при открытии камеры. На секунду буквально камера открывается, разблокируется и убирается. То, что я вижу, мне нравится. Телефон в меру тяжелый, увесистый, огромный 6,7 дюймов экран, супер AMOLED, процессор Qualcomm Snapdragon 710, это хорошо, но единственное, что меня смущает на старте продаж, это его цена. Эта цена там, грубо говоря, 42-45 тысяч, мне кажется, это многовато на старте продаж за 730-й Qualcomm Snapdragon, потому что есть тот же Galaxy A70, например. В принципе, он не сильно от него отличается, по большому счету, там тоже Snapdragon. Единственное, здесь, как я понимаю, Samsung берут деньги за выдвижную камеру. Безусловно, это классно, это прикольно, но, опять же, здесь нет водозащиты, за эту цену хотелось бы. Здесь нет стереодинамика, в качестве динамика используется экран. Я такое решение уже видел, и вы, наверное, тоже, это надо тестировать, рассказывать. То есть, динамика нет. И здесь даже слот всего лишь двойной, тут нет даже карты памяти. А что меня подкупило в Zenfone 6, для меня это важно, это карточка памяти, лишняя она для меня не будет. И разъемов для наушников тоже нет. Я не собираюсь хейтить этот телефон, мне нравится, как и большинство из вас, аппараты Samsung, впрочем, как и другие аппараты. Я обычно редко ругаю. И здесь я не ругаю, я просто смотрю на цену и не понимаю, почему. Он стоит 45, в нем нет водозащиты, в нем нет топового процессора, в нем нет стерео, в нем нет, есть только NFC, и беспроводной зарядки тоже нет. Ну ладно, в Zenfone 6 тоже нет. Но Zenfone 6 стоит 40, этот стоит 45. И, как я понимаю, берутся деньги только за камеру. Если я не прав, вы меня поправьте. Возможно, кто-то скажет, Давид, ты не учел этого, этого и этого. Все мы люди, и пусть я в них все-таки разбираюсь, занимаюсь, но мне кажется, ему бы ценник 29,990, ну край 32-33 тысячи, и было бы все просто шикарно. А что думаете вы? Напишите комментарий под этим видео и, опять же, свое мнение составьте об этом телефоне. Возможно, здесь будет по-настоящему космическая камера по качеству, пока сказать не могу. То, что я вижу, безусловно, классная. То есть, получается, фронтальный нет переворачивается. Ну, ладно. Возможно, я позже возьму его на тест и сделаю полный обзор. На этом у меня все. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. И, кстати, подписывайтесь на Zenfone канал Artstyle. Я веду его лично сам, ссылка на него будет под видео. Там всегда много интересного. Счастливо!